Трудно соперничать с достоинствами умерших, но еще труднее превзойти легенду на пенсии. В мире бокса было много фантастических бойцов, которыми восхищались миллионы. Поэтому очень часто в современном мире единоборств мы слышим, как сравнивают новых перспективных бойцов с ушедшими на покой легендами. Ведь для человека то, что было когда-то, всегда кажется лучшим, чем есть сейчас. Приветствую вас, стальные бицепсы-медузы. С вами Федорович. А в этом видео мы поговорим и посмотрим на одного из самых перспективных тяжеловесов британского происхождения – Даниэля Дюбуа, которого сравнивают с великим Майком Тайсоном. А почему – сейчас разберемся. Даниэль Дюбуа Пацан доказал, что он не только мощный нокаутер, но еще и грамотный боксер. Но обо всем по порядку. Даниэль родился в Лондоне и, как это бывает у хороших боксеров, в большой семье, в которой было 11 детей. В такой семье, как говорится, пока 7 раз отмеришь, другие уже отрежут. Наверное, такая конкуренция с детства заставляет бороться за кусок хлеба и воспитывает характер. Батя хотел, чтобы его дети могли за себя постоять на улице и умели защищать друг друга, поэтому в 8 лет отправил Даниэля на бокс. На маленького монстра сразу обратил внимание тренер и начал его готовить к соревнованиям, которых Дюбуа по любителям провел немало, будучи членом сборной по боксу. Он был многократным чемпионом Великобритании и принимал участие в юношеских Олимпийских играх 2014 года. Затем он квалифицировался на Олимпийские игры 2020 года, но отказался от участия, так как решил перейти в профи. Всего Динамит провел по любителям 70 поединков и одержал 65 побед. Даниэль подписал профи-контракт с британским промоутером Фрэнком Уорреном, который сказал, что искал такого бойца 35 лет, и он станет новой легендой, сместив с престола Энтони Джошуа. В наше время лучше верить легендам и мифам, чем официальной истории. А боец сам создает свою историю и заставляет слагать о себе мифы. 8 апреля 2017 года, в возрасте 19 лет, Даниэль начал писать свою историю. Он провел свой дебютный бой на профи-ринге против Маркуса Келли, который имел за плечами один победный бой. Келли начал довольно агрессивно, в стиле Майка Тайсона, подныривая под соперника и махая своими жерновами. Но Дюбаа быстро разобрался, что к чему, и закончил этот поединок за 35 секунд. Трудно сказать, что на душе у постоянно смеющегося человека. Но еще труднее сказать, что на душе у бойца перед боем. Но 22 апреля 2017 года на душе у Даниэля было спокойствие и уверенность, ведь это был его второй бой. А вот что было на душе у его соперника Блэза Мэндоу, сказать трудно. Он хоть и имел за плечами три победы и лишь одно поражение, но понимал, кто против него в ринге. Дюбаа уверенно и грамотно провел этот бой, закончив его досрочно на второй минуте второго раунда. Все люди братья, но не все по разуму. А все боксеры умеют бить, но все по-разному. А как умеет бить динамит, зрители увидели 20 мая 2017 года в поединке против Дэвида Хоу, который был уже довольно опытным боксером с рекордом в 13 побед и 5 поражений. Но Даниэля это не смутило, а наоборот, мотивировало закончить бой за 40 секунд. Большинство людей придерживаются классической диеты, то есть едят один раз в день, только с утра и до вечера. А большинство боксеров хотят завоевать пояс, поэтому с утра и до вечера тренируются. Ну а нашему 19-летнему Даниэлю уже в четвертом профи-бою выпала возможность побороться за вакантный пояс WBC среди молодежи, который он превосходно воспользовался 8 июля 2017 года в поединке против уругвайца Маурисио Бараганы. Несмотря на опыт Маурисио и отличный рекорд из 15 побед и лишь одного поражения, Дюбуа на первой минуте второго раунда закрыл все вопросы по поводу того, куда сегодня едет пояс чемпиона. Только на наших улицах дерущиеся люди могут вместе побить того, кто решил их разнять. А вот Дюбуа от боя к бою бил всех. В следующем поединке в первом раунде он расправился с Картером. Во втором бою во втором раунде с Дорианом Дарчем. В третьем поединке в третьем раунде с Дэвидом Джонсом. В четвертом бою в пятом раунде с Томом Литлом. Светением вишни больше трех дней любоваться не сможешь. А вот любоваться победами боксера можно долго. От боя к бою соперники становились все лучше и мастеровитей. Поэтому бой 6 октября 2018 года оказался для Даниэля настоящей проверкой. Кевин Джонсон был опытным бойцом, который имел за плечами 43 поединка, а отличную защиту и держалку. Но Дюбуа показал в этом бою, что несмотря лишь на 9 поединок в своей карьере и несмотря на то, что все поединки до этого он закончил досрочно, он может боксировать на длинной дистанции, сохраняя темп и рассудок. Этот бой Динамит выиграл судейским решением, отбоксировав все 10 раундов. В каждом из нас спит гений и с каждым днем все крепче. А вот Даниэль своему гению заснуть не дал и заставил пахать в зале. 8 марта 2019 года Дюбуа выпал шанс сразиться за пояс чемпиона Европы по версии WBO. Его соперник был опытный румын Разван Кожану, который также хотел увезти безделушку домой. Но Динамит отлично себя показал и уже во втором раунде забрал пояс себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 РИЧАРД ЛАРТИ Это был отличный рекорд из 14 побед и лишь одним поражением. Поэтому в этом бою было не все понятно. Но зрители точно не пожалели, что пришли на такое шоу. Четыре раунда мясорубки и нокаут. Что еще нужно для кайфа? Тигр бережет свою шкуру, а человек свою честь. А вот боксеру нужно беречь свою челюсть. 13 июля 2019 года зрителям выпал удивительный шанс наблюдать за очень интригующим боем двух британских проспектов, которые решали между собой, кто же будет называться чемпионом Великобритании по профи в тяжелом весе. На момент боя 21-летний Дюбуа имел в своем активе уже 12 побед без поражений, и все кроме одной нокаутом. Его сегодняшний соперник, 23-летний Найтан Горман, имел 16 побед, также без поражений. То есть в этом бою кто-то должен был попрощаться со своим нулем в строчке поражений. И оба тигра этого не хотели. Поэтому пять раундов показывали бескомпромиссный бой, пока Динамит все-таки не достал Гормана своей правой. Мыслить трудно, поэтому большинство осуждает. А боксеру много мыслить вообще ни к чему. Ему нужно много бить. Что и сделал Даниэль 27 сентября 2019 года. Против него в ринг поднялся 31-летний опытный ганец Эбенезер Тетте, у которого было 19 побед без единого поражения. Кстати, в этом бою разыгрывался вакантный пояс WBO International. Поэтому Тетте надеялся по-быстрому разделаться с Малакасосом и пойти в кабак, явно недооценим соперника. Дюбуа уже в первом раунде показал кто есть кто и решил судьбу пояса. Малакасосом и пойти в кабак, явно недооценим соперника. Что и пришлось сделать Даниэлю 21 декабря 2019 года в поединке против Кетаро Фудзимото. Японец имел на счету 21 победу и лишь одно поражение. Поэтому надеялся, что его опыт ему поможет. Хотя со стороны было видно, что японец явно не дотягивает до габаритов тяжелого веса, а в бою это подтвердилось еще больше. Полное доминирование Дюбуа и досрочная победа во втором раунде, которая принесла англичанину в копилку пояс WBC Silver. Но не все так гладко было в карьере Динамита, ведь он все-таки проиграл серебряному призеру Олимпийских игр Джозефу Джойсу 28 ноября 2020 года. Досрочно в 10 раунде. Но это не сломило паренька и после этого он одержал еще две досрочные победы. Рекорд Даниэля на сегодня состоит из 18 поединков, 17 побед, 16 из которых нокаутом. Станет ли этот парень с нокаутирующим ударом топом тяжелого веса или так и останется перспективным бойцом, покажет время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, что думаете про этого паренька. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры создавал DimaTorzok